Всем привет! Очередное видео на канале Дистиллят ТВ и на этот раз в рубрике дегустации бренди Моцарен Икспо. Давайте нальем его и продолжим разговор. И что же это за бренди такой? Давным-давно я его приметил в магните и все ждал акцию. Могу сразу сказать, по акциям он редко очень бывает. Вот буквально только недавно появился. Купил я его в магните по акции за 520 рублей. Ходил вокруг него, смотрел, что это за Моцарен такой, откуда он взялся, почему такая цена на него. Цена на него, кстати, если без акции, там от 700 до 800 рублей. Это в зависимости от какого магнита где зайдешь. Обычно в семейном стоит дороже, чем у дома магнита. Ну и почему я его очень сильно хотел купить? Это по той причине, что у меня уже был обзор на канале от производителя Аде Фусенье. Если кто не знает, посмотрите. Коллекцион-селекцион назывался коньяк. И тот же дом делает и этот бренди. Но есть одна оговорка. Этот бренди делается только для магнита. На сайте информации никакой у производителя нет. Почему нету на сайте производителя, непонятно. Может быть они стесняются данный продукт. Или может быть считают его каким-то не очень достойным, чтобы указывать его на сайте. Вроде как есть информация, что русскоязычный владелец этого завода. Но это недостоверно. Да и нам в принципе какая разница. Лишь бы был хороший продукт. Состав классический. Это винные дистилляты, выдержанные 12 месяцев. Выдержанные непонятно где. То ли в бочке, то ли на щепе. Естественно вода. И конечно же сироп. Ну и краситель. Как без этого, если классика. Про XO версию мы уже неоднократно говорили, что для бренди это вообще никакой не показатель выдержки. В основном если вы видите указатель на бренде XO, это примерно один год зачастую бывает. Расскажу про первые впечатления. Я его купил, прибежал домой. Быстрее же его попробовать надо. Француз же. И я ожидал очень сильно от него тех эмоций, что я получил от Жан-Поля Шене бренде. Потому что по цене они сопоставимы. И какое было мое удивление, что я не услышал вот этих вот классических французских ноток. Для меня это такой вот, как я неоднократно уже говорил, изюмовый компот. Из хорошего изюма, наваристый компот, аромат. Этого здесь абсолютно не было. И для меня это было конечно разочарование. Про бутылку, да. Бутылки никаких претензий нет. Она обыкновенная. Неплохая, нехорошая. Крышечка из пробкового дерева. Все как положено. Как и должно быть. Про отзывы. На сайте отзовик. Три человека этот бренди попробовали. И абсолютно все его рекомендуют. Объем 0,5. Не сказал, что объем 0,5. Крепость 40 градусов. Еще какой момент. Обычно, когда наливаешь производство Франции коньяк, аромат плавно растекается по дому. Сразу заметно. Здесь такого эффекта сейчас нет. Еще что хотелось. Недавно был случай на свадьбе. Ну, я думаю, это будет уместно рассказать. Снимал я свадьбу. Вышли постоять пообщаться. Ну, и выходит человек, ну, видимо подписчик мой, или может просто смотрит видео и говорит. Денис, да, давно за тобой наблюдаю. Молодец, красавчик. Так и делай, так и продолжай дальше. Ну, и говорит, это, конечно, все замечательно. Все потрясающе, что ты помогаешь там выбрать какой коньяк. Ну, на мой взгляд, это совсем неправильно. Зачем этот коньяк вообще нужен, говорит. У меня вот живут родственники в Осетии. Они привозят оттуда спирт. И он просто шикарный. Он настоящий, натуральный. Никаких вопросов к нему нет. Никогда не болеешь. Это просто супер, говорит. У меня там сват, у меня там брат, у меня там дочь, у меня там сын. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. И говорит, типа, зачем платить больше за тот же самый эффект, который ты получаешь. И рассказывает так, как будто это какой-то мед в чистом виде. Ну, я, в принципе, даже не стал спорить. Это видно по людям, когда ты общаешься с ними. И понятно сразу становится, что бесполезно объяснять, что 1 плюс 1 это 2. Поэтому мы остались при своем мнении. И он имеет право на свою точку зрения. Правильно? Поэтому я оставил этот вопрос. И думаю, у себя на канале подробно это разберу. Так как люди меня смотрят, и я попытаюсь это донести. Давайте переведем в плоскость еды, допустим. Вы захотели лапшу вкусную, домашнюю, наваристую. И что вы делаете? Вы идете, покупаете вкусную курицу домашнюю. Катаете лапшу. Варите ее. И цена вопроса составляет рублей 500. Допустим, скажем, 500 рублей. Вы с огромным удовольствием съедаете эту лапшу. Ну, а можно сказать так. У меня там родственники живут в Китае. У меня там сват, у меня там сын, у меня там дочь. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. И они говорят, что анаком это вообще великолепная вещь. Нахрена брать домашнюю курицу? Давайте лучше всего мы возьмем 4 пачки анакома по 8 рублей. Это всего лишь 40 рублей. Это больше, чем в 10 раз дешевле. Кидим это все в кастрюлю. Получим потрясающе вкусный, натуральный бульон. Чистый, абсолютно замечательный. И будем балдеть и причмакивать есть вот эту вот бодягу, скажем так. И тут сразу получается как, да? Если мы перевели в плоскость еды этот вопрос, то это выглядит как абсурд абсолютный. Но когда говорим на фоне алкоголя, это как бы, ну, версия имеет место быть, да? А все почему? Да все потому, что люди едят все. А вот алкоголь употребляют не все. И такое мнение бытует в народе. Я хотел бы, конечно, призвать. Ребят, если мы употребляем яд, чем является любой алкоголь, так давайте помимо алкогольного опьянения мы будем получать какие-то вкусовые эффекты. Аромат, вкус, послевкусие, все это. Зачем бездушные какие-то напитки? К чему это все? Просто накипело, да? Ну, если, конечно, меня смотрит этот человек. Артур, ты понимаешь все. Ну, может, посмотришь видео и изменишь свое мнение, да? А претензии я всегда твои приму. Итак, что-то я слишком долго увлекся этими разговорами. Давайте переходить непосредственно к этому напитку. Давайте посмотрим на ножки. Ну, ножки как ножки. Аромат. Да. И вот аромат просто расстраивает, расстраивает. Вот Франции в этом аромате я вообще не услышал. Не услышал ни на сколько. Кстати, о первых впечатлениях еще забыл сказать. Я его пробовал с каким-то коньяком. Уже не помню с каким коньяком. Его в первую очередь, тот коньяк я попробовал. А потом налил моцарен. И тут же я услышал вкус ректификата. Резкий, жесткий. Ну, может быть, мне показалось. Не знаю. Может, слишком часто пью коньяки. Ну, аромат вот как у наших самых простых коньяков. Обыкновенных, дешевых, которые не блистают своим ароматом. Никакой Франции здесь помимо нету. И спиртуозность, она какая-то очень жгучая. Не знаю, не могу точно сказать. Я же не какой-то там прибор, который может точно определить, есть здесь ректификат или нет. Но подозрение у меня такое имеется. Ну и давайте, конечно, сделаем первый глоток. Ваше здоровье. Давайте попробуем его на вкус. Взял привычку говорить, как мой сынок. Неа. Он только начинает говорить. И я вот как только выпил коньяк, тоже только начинаю говорить. И первое слово, которое у меня вырвалось, это неа. Неа. Реально неа. Тут существует очень обжигающий спирт, очень похожий на ректификат. Не знаю, не знаю. Давайте второй глоток, чтобы более объективными быть. Вот точно могу сказать, здесь присутствуют виноградные дистилляты. Но здесь и присутствует что-то еще. Я не утверждаю. Может быть, кому-то это покажется абсолютным бредом. Но мне так кажется. Давайте третий глоток и выносить будем вердикт. Что я могу сказать? Давайте сделаем следующим образом. Если взять Жан-Поль Шане. Наверное, не совсем правильно будет бренди Кизлярский брать шестилетние выдержки. Но по цене он намного дешевле. Будем отталкиваться от цены. И если взять два этих бренди, то они просто растаптывают вот этот. Не оставляют в него никаких следов. Мог бы его порекомендовать, если бы он стоил, допустим, рублей 200. Вот тогда, да, в принципе, можно взять. Но этот бренди стоит 700 рублей. За эти деньги вы можете взять Жан-Поль Шане, либо Кизлярский бренди. И получить массу положительных эмоций. Здесь этого я не наблюдаю. По оценке, что можно сказать? Ну, тройки, наверное, по всем показателям. Но самое, что неприятное, это разочарование, которое я получил. Я ожидал продукта Франции, который узнаваем везде, где присутствуют эти спирты. И тут очень все блекло, очень невнятно. Так что больше не вижу смысла обсуждать этот напиток. Но еще хотел добавить по поводу рекламы в моих роликах. Если вы не хотите смотреть, то есть кнопочка пропустить. Смело пропускайте. Но если вы сторонник того, чтобы на моем канале все чаще и чаще появлялись новые ролики с новыми коньяками, то просматривайте эту рекламу и сделайте тем самым доброе дело. Теперь я буду с вами прощаться. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм, вступайте в группу ВКонтакте. Ну и, конечно же, самое главное, пейте напитки только качественные, только в миру. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok